Здравствуйте, уважаемые земляки! С вами снова я, Санал Бушиев. И мы начинаем наш цикл передач, посвященный предстоящим выборам народных Урал, которые пройдут этой осенью. И в рамках этого проекта, в рамках этого цикла передач, я бы хотел показать, сделать интервью с кандидатами в депутаты, которые дать им площадку, на которой они могли бы высказаться, где-то там дебатировать между собой, производить споры и тому подобное. И сегодня у нас в гостях первый гость, которого мы начинаем, это Оксана Сергеевна Санжимова. Это общественник калмыцкий, это правозащитник, юрист. Мы с Оксаной с 2019 года начинали свою общественно-политическую деятельность. Ну, я думаю, дальше надо сказать сама о себе. Привет, Оксана! Привет, Санал! Здравствуйте, уважаемые земляки! Мендут! Очень рад тебя видеть, спасибо, что ты пришла. Ну, первый вопрос. Как ты чувствуешь себя в качестве зарегистрированного кандидата в депутаты в Народных Урал и Слуге Калмыки? Ну, в первую очередь, да, напомню, что, может быть, не все в курсе, что у нас назначены выборы. Народных Урал, парламент Республики Калмыкия, наш законодательный представительный орган. И все партии и кандидаты прошли ряд определенных процедур, которые завершаются регистрацией, так называемой. На днях были зарегистрированы список партии КПРФ Республиканского отделения в Калмыкии и были зарегистрированы кандидаты по одномандатным округам. В том числе и я. В том числе и ты. Да. У нас, я напомню тоже тем, кто не в курсе, в этом году выборы проходят по новым правилам, по новому закону о выборах в Народных Урал. И у нас поменялась избирательная система. Если раньше она была пропорциональная, то есть кандидаты выдвигаться могли только от партий, то в этот раз она у нас смешанная, мажоритарно пропорциональная. То есть могут выдвигаться кандидаты и от политических партий, от избирательных объединений и кандидаты, так называемые одномандатники, которых в свою очередь могут выдвигать и партии, и они могут выдвигаться сами в качестве самовыдвиженцев. Вот я была зарегистрирована в составе партийного списка Республиканского отделения КПРФ и как кандидат по одномандатному округу номер один, также выдвинутая Республиканским отделением КПРФ. И возвращаясь непосредственно к вопросу, как я себя чувствую. Сразу видно, что Оксана юрист, все четко, все объяснила и объяснила. Мне бы хотелось, чтобы ты рассказала, в этом интервью раскрыли тебя, чтобы ты говорила больше о себе. Ну вот такой вопрос. Я сказал, что мы с 2019 года вместе были в штабе в КПРФ, когда были выборы главы Республики Калмыкии и выборы депутата Республиканского горсобрания. Там мы познакомились и с тех пор общаемся. И мое начало было там, в становлении общественно-политической деятельности. Твое так же, я думаю, что так же. И вот ты не был у меня на интервью, и я хотел бы задать тебе такой вопрос, да? Я как раз задавал всем мотивистам, в связи с чем, зачем, почему, для чего ты занимаешься общественно-политической деятельностью. Что случилось с 2019 года такого, что ты осталась именно на этом поприще? Ну, я отвечу так, что... Как ты меня представила, что я юрист, занимаюсь также правозащитной деятельностью, что практически одно и то же. Мое становление уходит корнями в детство. Я в детстве приняла для себя решение, что я буду юристом. Ну, сначала я хотела быть прокурором вообще, ну, не понимала еще, да, что это такое. Потом в итоге, ну, хотела быть адвокатом. В детстве меня многие называли, кстати, прокурором почему-то. Ну, наверное, в силу характера и так далее. В итоге я стала юристом, занимаюсь правозащитной деятельностью. И вообще в силу своего характера мне присущи вот эти вот принципы желания защищать кого-то, желания отстаивать справедливость и все в этом роде. Ну, это вот корнями уходит в этапы моего становления как личности. Дальше, когда я уже занималась практической деятельностью, юридической, в принципе, до 2019 года у меня были некоторые процессы, в том числе связанные и со спорами с властью. Публичные, да? Да, вот. А в 2019 году так сошлись звезды или обстоятельства, да, что я устроилась на работу юристом в республиканской отделении КПРФ. И как раз-таки это совпало с избирательной компанией главы республики Калмыкия и в Элистинское городское собрание. Вот тогда началось уже мое более плотное сотрудничество вот в этой сфере, в сфере избирательных правоотношений. И как раз-таки тогда начались протесты, митинги, другие всякие акции активистов. И вот уже более плотно этим начала заниматься. И уже, ну, наверное, можно сказать так, что с этих рельсов я уже, наверное, вряд ли сойду. Что это будет движет? Ну, и движет, вот как я уже сказала, ну, прежде всего это основано на, прежде всего на чертах моего характера. Мне всегда хочется, чтобы все было по справедливости, кого-то хочется защитить всегда. Да, да. И как это сделать в наших реалиях? Ну, это только лишь заниматься вот такой деятельностью, связанной с проявлением гражданского активизма. Я не скажу, что я именно вот оппозиционер, да, как это. В понимании обывателя мы, конечно, наверное, оппозиционеры. Но если углубляться в определения, в понятия, да, то, конечно, мы не совсем оппозиционеры. Больше я считаю себя гражданским активистом. И даже не пассионарием, да, вот это модное слово сейчас любят употреблять. Пассионари, они все-таки именно должны быть настроены на достижение чего-то вот конкретного, какой-то определенный шаг. И не всегда они являются людьми длинной воли. То есть я правильно понимаю, что есть определенные принципы? Это мой характер, да. Есть мои принципы, мой характер. И вот обстоятельства окружающей действительности, все это сошлось в том, что мне нужно заниматься этой деятельностью именно нужно для себя и для людей. Потому что я не то, чтобы это такая привычка, да, какая-то привязанность и так далее. В этом, в этом, это часть моей жизни. Так, кстати, я поздравляю, что ты уже зарегистрированный кандидат, поскольку нам, как оппозиционным представителям, очень этот момент, когда... Всегда есть опасения, да. Да, этап регистрации, всегда есть опасения того, что могут меня зарегистрировать. И тем более ты там одна из последних сдавала документы, да, я так понимаю, и... Ну да, потому что я занималась, я курировала других кандидатов и... Уридических сопровождений. Ну, как всегда, собой занимаешься в последние. Очередь. Поэтому, да, я последние подавала. Хочешь ли ты быть, действительно хочешь, быть депутатом Народного Хурала? Ну, если бы я не хотела быть депутатом Народного Хурала, то я бы вряд ли дала согласие на выдвижение, на то, чтобы баллотироваться кандидатом. Поэтому, конечно же, я скажу так, я не то, что хочу быть депутатом. Я хочу стать депутатом для того, чтобы... То есть у меня с продолжением. Ну хорошо, для чего? Для того, чтобы продолжить вот эту свою жизненную линию, как я уже говорила, по защите прав, отстаиванию интересов населения Калмыкии. В таком случае, что, кто для тебя, что такое для тебя депутат, депутатство? Кто такой? Каким должен быть в твоем представлении депутат Народного Хурала? Именно Народного Хурала. Депутат... Ну, я скажу так, что Народный Хурал, парламент Республики Калмыкия, это законодательный представительный орган власти. Зачастую у нас называют его просто закорганом, но редко вспоминают, что это представительный орган также. Представительный орган... Почему представительный орган? Потому что депутаты являются представителями населения в определенной ветве власти, в законодательной ветве власти. И это депутаты, это представители народа, каждого жителя, в данном случае Калмыкии, и населения в целом. Это как, если проводить аналогию с нашей с тобой профессией, да, с юридической. Вот мы представители в суде, по доверенности, можем без доверенности какого-либо конкретного человека, организации. А депутат, он представитель всего народа Калмыкии. И представляешь, какая на нем ответственность. Если посмотреть на то, как у нас проходит деятельность, ну, далеко не будем уходить, а именно действующего состава Народного Хурала, то лично я в большинстве его состава не вижу представителей народа. Это просто люди, которые приходят туда, голосуют по разнарядке, не вникая в суть вопросов. То есть этот человек именно должен быть, должен осознавать себя представителем народа. Он должен понимать, что он идет туда не просто, да, посидеть, протереть штаны или юбку, покрасоваться, да, показать свой очередной наряд, может быть, да, для кого-то это так. Он должен понимать, что он туда идет как представитель конкретного человека и в целом всего населения Калмыкии. И когда, и здесь мы уже можем подключить вторую часть составляющей депутата, это именно ту часть, которая соответствует предназначению Народного Хурала как законодательного органа. То есть депутат должен обладать определенными познаниями, желательно правовыми, конечно же. Для народов общества, да? Да, и вообще в целом он должен обладать каким-то жизненным опытом, чтобы уметь ориентироваться в разных сферах жизни. Потому что Народный Хурал — это самый главный, я считаю, это и объективно так, орган во всех ветвях власти, не только в Калмыкии, в целом по Российской Федерации. Именно от Народного Хурала зависит то, как будет осуществляться деятельность других органов. Они все практически под отчетны Народному Хуралу. У Народного Хурала много различных полномочий, которые в части даже не реализуются, но в случае их реализации они могут поменять жизнь Калмыкии и каждого ее жителя, конечно же, с ног на голову, в лучшую сторону или в худшую сторону. Но полномочий много, все зависит от Народного Хурала. Поэтому здесь я против того, чтобы люди шли туда просто так, потому что их партия туда направила. Депутат должен осознавать вот эту всю ответственность, для чего он туда баллотируется и для чего он становится депутатом, когда принимает мандат от избирательной комиссии. И что от него зависит жизнь Калмыкии, от тех решений, за которые он будет голосовать. Как будут работать органы, потому что кто смотрел сессии Народного Хурала, вы видели, что каждую сессию отчитывается исполнительная власть. И деятельность Народного Хурала, а соответственно каждого депутата, должна быть построена так, чтобы исполнительная власть понимала, что не она главная в республике, а главные это жители республики, жители все население в целом, главные они, которые реализуют свою волю через депутатов. Потому что не может же весь народ в Хурале сидеть. Поэтому для этого депутаты и есть. То есть через депутатов каждый житель должен понимать, что он имеет влияние на все органы власти в республике. Чего, к сожалению, мы на сегодняшний день наблюдать не можем. Да, я согласен. И поэтому необходимо ходить на выборы, чтобы больше людей ходили, голосовали. Ходить на выборы, да, голосовать. Независимо от того, что нет у нас графы против всех, нужно идти и реализовать то право, которое предоставлено каждому гражданину Российской Федерации, обладающему активным избирательным правом, правом голосовать. Нужно ходить на участок и поставить какой-нибудь значок в бюллетене. В данном случае в бюллетенях, потому что у нас их будет на этих выборах два. По партийному списку и в каждом округе бюллетень по тому или иному кандидату. Я выдвигаюсь по округу номер один. Это ориентировочная западная часть, юго-западная часть города. Города Алисы. Да. И в партийном списке тоже по той же территории, соответствующей округу номер один. Почему люди, население, избиратели должны голосовать за Оксану Санжинову? И вот такой вопрос. Кто твой избиратель? Как ты думаешь? В принципе, часть ответа на этот вопрос я уже дала в предыдущем своем пояснении. Мой избиратель, я думаю, мой избиратель, как и любого другого кандидата, это обычный, и об этом, кстати, кандидаты не должны забывать, это обычный житель, простой житель республики Калмыкия. Тот житель, который хочет, чтобы его голос был услышан, и не нужно терять надежду, да, многие считают, что это все бессмысленно, да, кому мы нужны и так далее, и тому подобное, но я все-таки здесь настраиваюсь оптимистически всегда, и считаю, что нужно использовать любую возможность для того, чтобы дорогу осилит идущий, да, с маленького шага все начинается, и поэтому вот мой избиратель, это тот, кто живет и ходит рядом со мной, такой же простой человек, как и я, и который хочет быть услышан, и который хочет, чтобы его права и законные интересы отстаивались, а для кого-то, может быть, и только начали отстаиваться, чтобы за него не принимали решения люди другие, сидящие в кабинетах, и которым, ну, зачастую наплевать просто на мнение простого человека. Я, например, вот расцениваю шансы в городе Листье именно кандидатов от КПРФ, ну, твои я, ну, непосредственно твои, я расцениваю очень высокими, поскольку по итогам 21-го года КПРФ выиграла именно в городе, сейчас разделили по одномандатным округам, но я все равно думаю то, что настроение населения Листье не изменилось, и у тебя есть большие шансы. Как ты думаешь, согласна ли ты с моим прогнозом таким или нет, у тебя есть свои прогнозы? Ну, как бы я всегда надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему тоже. Стараюсь реалистично смотреть на вещи, и вот в наших сегодняшних реалиях, при наших обстоятельствах, в целом обстановке не только в Калмыкии, но и в стране, ну, сейчас прогнозировать что-то очень сложно. Есть уже какие-то прогнозы относительно того, какие шансы имеют те или иные партии. У нас на сегодняшний день 7 партий выдвинули партийные списки, они же выдвинули кандидатов по одномандатным округам, и еще одна партия, партия пенсионеров, выдвинула кандидата только по одномандатному округу. Кстати, его зарегистрировали? Вот я не знаю, вчера, по-моему, да, вчера закончился срок уже, должен был закончиться срок окончания регистрации для всех партий, но вот на вчерашний день еще не было информации, зарегистрировали его или нет, не могу сказать. Вот. И поэтому по поводу шансов и прогнозов, ну, в основном, пока на сегодняшний день, эксперты сводят свое мнение к тому, что основные игроки на поле избирательной кампании это все-таки КПРФ и Единая Россия. Давай поговорим про твоих оппонентов. Знаешь, кто они, кто они такие? Да, вот, как я сказала, 7 партий выдвинули партийные списки, но они же выдвинули кандидатов по одномандатным округам, но не все партии закрыли все одномандатные округа. Ну, твоих не отсутствует. Да, насколько я помню, только Единая Россия и КПРФ закрыли все одномандатные округа. У нас 17 одномандатных избирательных округов. У меня оппонентами будут представители четырех партий, то есть на одномандатном округе будет пять, номер один будет пять кандидатов, включая меня, да. Четыре кандидата, это от Единой России Чемид Джангаев, от ЛДПР Юрий Хрущев, от, я тоже не знаю, Российская партия социальной справедливости, это Светлана Сангаджиева, и партия «Справедливая Россия. Патриоты за правду», ну, так называемые СР, да, у них новое название, Николай Гиляндиков. Вот пять нас будет на одномандатном избирательном округе, номер один, на нашем округе 11 тысяч избирателей. Вот, в основном, не в основном, а состоит наш округ из частного жилого массива, да, поэтому, ну, вот, прогнозы между нами давать никакие не могу, по поводу того, что достойные кандидаты есть или нету. Я считаю, что если человека выдвинули, он, в принципе, да, достоин по понятиям кого-то, да, кто его выдвинул. Ну, да. Вопрос в том, будет ли он достоин по итогам выборов, дней голосования, это, ну, другой вопрос. Пока у каждого, наверное, есть свой избиратель. Как это будет в процентном соотношении, покажут опять-таки итоги. Ну, вот, по-моему, я знакома с Николаем Гиляндиковым. Ну, за холик Гиляндиковым, двоих, да. Если это он. Если это он. У нас был Николай Гиляндиков по нашим протестам, участник наших, ну, протестных различных акций. Если это он, то... Я думаю, основная борьба у вас будет с Чимидом. Кстати, Чимид придет тоже на интервью, тоже его послушаем. И два видео, мне кажется, будут после... Ну, как первый округ, я с этого начинаю. И я думаю, что вы будете вдвоем примерами того, что можно приходить, говорить. Я надеюсь, по крайней мере, на это для два сильных кандидата показать конструктивные беседы. Ну, да, было бы хорошо, конечно, если бы другие кандидаты от других избирательных объединений пришли и высказались открыто, да, послушать их. Ну, и здесь будет соблюден принцип равенства, да, в определенном сегменте в Ютубе в данном случае. Что... А, кстати, ты юрист. Поскольку это первое видео, можно... Я хотел бы объяснить, чтобы ты объяснила другим кандидатам, что можно приходить, что Ютуб-канал это не СМИ, там никаких не надо регистраций и тому подобное, что для вас это безопасно, как кандидатов. Ну, да, вообще агитация в рамках избирательной кампании регламентирована у нас и федеральным законом об основных гарантиях прав избирательных граждан и прав на участие в референдумах, и законом о выборах депутатов Народного хурала, парламент Республики Калмыкия. Все эти процедуры очень регламентированы, но ты, как юрист, тоже знаешь, что они регламентированы не всегда конкретно. Поэтому здесь можно по-разному трактовать, в конкретном любом случае. Но в данном случае мы не проводим никакую агитацию, мы просто информируем жителей Калмыкии о ситуации предвыборной, информируем обо всех кандидатах, и в принципе никакой агитации мы не сушим. Как проходит сейчас твоя кампания, чем ты занимаешься? Вообще напряженно, не напряженно? Ну, у нас был такой несколько напряженный период именно подготовки, подготовка документов. Она тоже занимает... Для того, чтобы кандидат был зарегистрирован, и партийные списки были зарегистрированы, нужно пройти несколько этапов, начиная от партийного мероприятия по выдвижению кандидатов, и дальше продолжая процедурами выдвижения кандидатов из списков партийных, заканчивая процедурой подачи документов на регистрацию. Между ними тоже есть различные другие этапы. И, конечно же, этот период именно с 10 июля был довольно-таки напряженный. Сейчас немножко мы выдохнули, мы получили решение о регистрации, и сейчас мы планируем свой агитационный период, как он будет проходить, что мы будем осуществлять. У тебя будет какая-то своя программа, как у кандидата по одномандатному опыту? Своя личная? Ввиду того, что я выдвинута от политической партии, то моя программа должна соответствовать программе партии. Но, по крайней мере, быть в рамках хотя бы основных каких-то постулатов, позиций. А в целом моя программа коротка. Я за то, чтобы... В принципе, я озвучила до этого. Я хочу, чтобы каждый житель республики имел возможность на то, чтобы его права защищали и отстаивали его интересы. У нас еще есть пару минут, чтобы ты в заключении... Все это я в дальнейшем буду более конкретно озвучивать. И сейчас также и партия, и я конкретно как кандидат по одномандатному округу формирую свой, назовем, наверное, не штаб, а команду. Команду, в которой каждому найдется место, и каждому найдется работа. Это и наблюдатели непосредственно вне голосования, и члены комиссии, и различные другие технические специалисты. То есть все, кто откликнется, всем найдется чем заняться. Поэтому я уже в своих социальных сетях писала, и сейчас обращаюсь к подписчикам YouTube-канала Замонлайн, всем, кто подключился. В описании к этому видео будут контакты, куда можно обратиться. Поэтому никто не сделает для нас то, чего мы хотим, кроме нас. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Все отклики для нас важны. Спасибо, Оксана, что пришла. На этом будем заканчивать. Спасибо, что позвал меня. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Спасибо, дорогие друзья, что вы нас смотрите. И в заключении мне бы хотелось, чтобы вы в своих комментариях написали бы тех лист, тех кандидатов, которые вы бы хотели увидеть, услышать в рамках нашей передачи. И я буду с ними связываться и как-нибудь договариваться. Спасибо вам, что смотрите. Ставьте лайки, пишите комментарии. До свидания. До свидания.